следующая тема которую мы рассмотрим построение изображений с помощью линз построение изображений с помощью линз домашнее задание вы уже записали я его давал на прошлом уроке для того чтобы научиться строить изображения с помощью линз давайте рассмотрим свойства так называемых удобных лучей то есть лучей поведение которых достаточно простое на левой половинке доски мы нарисуем эти удобные в кавычках лучи для собирающей линзы на правой половине доски для рассеивающей итак свойства удобных в кавычках лучей собирающая линза ее главная оптическая ось передний фокус задний фокус главная оптическая ось рассеивающая линза ее передний фокус задний фокус поставим здесь букву f и теперь строим эти самые удобные лучи мы с вами по определению фокуса из определения фокуса можем сразу сказать что луч проходящий параллельно главной оптической оси после преломления в линзе пройдет через фокус любой луч параллельный главной оптической оси после преломления в собирающей линзе пройдет через фокус рисуем такой луч вот он назовем его 1-1 в случае рассеивающей линзы луч параллельный главной оптической оси после преломления в линзе не пройдет через фокус но его продолжение пройдет через фокус вот это продолжение оно проходит через фокус луч 1-1 давайте сформулируем словами свойства этого луча луч параллельно главной оптической оси после преломления в линзе проходит через фокус и еще надо добавить или его продолжение луч параллельный главной оптической оси скобочках или его продолжение луч параллельный главной оптической оси скобочках или его продолжение после преломления в линзе проходит через фокус луч параллельный главной оптической оси скобочках или его продолжение после преломления в линзе линзе проходит через фокус это первый удобный луч второй удобный луч это луч который проходит через оптический центр линзы поскольку линза в центре представляет собой кусочек плоскопараллельной пластинки то луч не будет изменять направление своего распространения более того поскольку мы рассматриваем тонкую линзу то луч просто пройдет не меняясь сквозь оптический центр вот можно нарисовать таким образом луч 2.2 то же самое касается и рассеивающей линзы луч проходящий через оптический центр не меняет своего направления после преломления в линзе запишем этот факт луч проходящий через оптический центр линзы луч проходящий через оптический центр линзы не меняет своего направления луч проходящий через оптический центр линзы не меняет своего направления Надо сказать, это очень удобный луч, среди всех удобных он самый важный. Почему? Вы узнаете немножко позже, когда мы будем строить изображение. И, наконец, еще один луч. Давайте вспомним принцип обратимости световых лучей, или закон обратимости световых лучей. Если преломленный луч заменить на падающий, то новый преломленный луч пойдет по пути старого падающего. Рассмотрим луч 1.1. Изменим направление этого луча. То есть не отсюда будем светить, а будем светить отсюда. Тогда луч, пройдя через линзу, пойдет вот так, как он шел вначале. Он проходил через фокус. Как он пойдет потом? Параллельно главной оптической оси. Значит, этот луч можно тоже использовать. Запустим в линзу луч, проходящий через фокус. Вот такой. После преломления в линзе он будет распространяться параллельно главной оптической оси. Луч 3.3. Здесь. Смотрите. Меняем направление луча 1.1 на противоположное. Светим отсюда. Что это за луч? Это луч, продолжение которого проходит через фокус. После преломления в линзе он будет распространяться параллельно главной оптической оси. Покажем такой луч. Вот луч, продолжение которого проходит через фокус. После преломления в рассеивающей линзе он пойдет параллельно главной оптической оси. Луч 3.3. Запишем. Луч, запятая, проходящий через фокус. В скобочках. Или продолжение которого проходит через фокус. Луч, запятая, проходящий через фокус. Или продолжение которого проходит через фокус. После преломления в линзе, или продолжение которого проходит через фокус, после преломления в линзе распространяется параллельно главной оптической оси. Свойства этих трех лучей с избытком хватает для того, чтобы строить изображение. На самом деле линза обладает таким свойством. Если у вас предмет имеет вид точки, например, точечный источник света, то его изображение тоже будет точечным. А это значит, что для построения этого изображения достаточно двух лучей, так как двух лучей, естественно, непараллельных. Две непараллельные прямые пересекаются только в одной точке, если они уже пересекаются. И вот теперь, пользуясь знаниями, которые только что мы с вами получили, давайте строить изображение в собирающей линзе и в рассеивающей линзе. Начнем с собирающей. Это куда более интересное устройство, чем рассеивающее. Итак, первая римская собирающая линза. Сейчас мы с вами будем располагать предмет на различных расстояниях от линзы и строить изображение. Начиная издалека и потихонечку приближая предмет к линзе. Вот главная оптическая ось. Вот собирающая линза. Вот ее фокусы. Возьмите тут по три клеточки с каждой стороны. Теперь предмет в геометрической оптике обозначается обычно стрелочкой. Давайте разместим предмет дальше, чем на двойном фокусном расстоянии. То есть вот это у нас, допустим, три клеточки. Отмерим шесть клеточек. Эту точку условно обозначим 2F, то есть двойное фокусное расстояние. И предмет разместим дальше, чем двойное фокусное расстояние от линзы. Предмет обозначается вот таким образом. Стрелочка. Ну и что значит построить изображение предмета? Это значит построить изображение каждой его точки. Но опять-таки, как и в случае зеркала, достаточно построить изображение двух точек, которые находятся на краях предмета. Мы даже ограничимся одной точкой, потому что вторая точка находится на главной оптической оси, и положение изображения будет достаточно очевидным. Итак, строим изображение, пользуясь тремя удобными лучами. Сейчас я воспользуюсь тремя, а в дальнейшем будем пользоваться только двумя. Первый луч, параллельный главной оптической оси. После преломления в линзе проходит через фокус. Второй луч от вершины вот этого предмета, проходящий через оптический центр, не меняет направление своего распространения. Третий луч, пустим его через фокус. После преломления в линзе он будет распространяться параллельно главной оптической оси. Теперь представьте себе, что это у вас светящаяся точка на конце предмета. Лучи от этой точки, все после преломления в линзе, соберутся вот здесь. Значит, если мы сюда поставим белый экран, вот таким образом, то мы увидим яркое пятнышко. Это и будет изображение точки. Это яркое пятнышко образовано лучами, выходящими отсюда. Значит, это изображение вот этой точки. Эту точку обозначим буквой А, эту точку обозначим А'. Теперь, изображения всех остальных точек будут располагаться на том же самом расстоянии от линзы. Это легко проверить по строению. Значит, весь предмет даст изображение вот такое. А, Б предмет. А' Б' его изображение. Теперь давайте это изображение опишем. Только перед этим зафиксируем тот факт, что предмет находится на расстоянии больше, чем двойное фокусное расстояние. Фокусное расстояние мы с вами обозначаем буквой F большое. Расстояние от предмета до линзы традиционно обозначают маленькой буквой D. Вот так. Расстояние от линзы до изображения предмета традиционно обозначают буквой F маленькая. И вот в нашем случае первое. У нас D больше 2F. Какое изображение мы получили? Мы получили изображение, которое образовано самими лучами. Изображение, образованное самими лучами, называется действительным. Запишите это. У нас такого определения еще не было. Изображение, образованное самими лучами, называется действительным. Итак, изображение охарактеризуем. Действительное. Далее Изображение у нас прямое или перевернутое? Видно, что перевернутое Изображение увеличенное, уменьшенное или в натуральную величину? Неужто в натуральную? Уменьшенное И, наконец, где оно находится? Посмотрите, оказывается, что изображение будет находиться между фокусом и двойным фокусом Сейчас это видно из рисунка, а в дальнейшем это можно будет показать и с помощью формул Итак, если изображение находится между фокусом и двойным фокусом, то мы можем написать f малое, больше f большого, Но меньше 2f Вот свойства этого изображения Между прочим, действительное изображение всегда будет перевернутым Почему? Потому что, чтобы образовалось действительное изображение, нужно, чтобы лучи прошли через линзу Если лучи прошли через линзу, то луч номер вот этот, мы его называли 2-2, проходящий через оптический центр Раньше был над осью, а теперь стал под осью, и никуда не денешься от этого Но ведь этот луч принадлежит и предмету, и изображению И раз луч из надосевого пространства ушел в подосевое, значит изображение будет перевернутым Действительное изображение всегда перевернутое Идем дальше Снова показываем главную оптическую ось, линзу, собирающую И рассмотрим случай 2, когда d в точности равняется 2f То есть предмет находится на двойном фокусном расстоянии Возьмем фокусное расстояние, опять там, 3 клеточки Двойное фокусное расстояние 6 клеточек То же самое с правой стороны Предмет располагаем на двойном фокусном расстоянии 2f Строим изображение Уже будем строить только 2 луча Первый удобный луч Параллельно главной оптической оси После преломления в линзе Проходит через фокус Второй луч Проходящий через оптический центр После преломления в линзе Никак не меняет направление своего распространения Если у вас рисунок сделан аккуратно А я надеюсь, что вы пользуетесь линейкой То вы увидите, что изображение оказывается на двойном фокусном расстоянии Оно получается в натуральную величину Так как у нас два треугольника вот этих одинаковые Равные Оно действительное, так как образовано самими лучами И перевернутое Итак, в случае, если d равняется 2f Изображение действительное Изображение перевернутое И в натуральную величину В натуральную величину Где используется вот такой режим работы линзы Когда большой предмет должен дать маленькое изображение На практике Как вы думаете? В фотоаппаратах В фотоаппаратах, видеокамерах Везде, где вы фотографируете окружающую среду А изображение нужно построить либо на фотопленке Либо на матрице Тогда предмет обязательно должен находиться За двойным фокусным расстоянием Такой режим Раньше использовался в так называемых Репродукционных фотоаппаратах Там, где нужно изготовить копию В натуральную величину Например, раньше не было ксероксов А были репродукционные фотоаппараты Которые использовались для копирования книг То есть вы кладете книгу На двойном фокусном расстоянии От объектива Там несколько линз Но в принципе можно заменить одной И на двойном же фокусном расстоянии Получается в натуральную величину изображения Вы его фотографируете На фотопленку или на фотопластинку Потом печатаете Где находится изображение? Тоже на двойном фокусном расстоянии Это фокус Это фокус Это двойной фокус Итак, напишем F малое Я уже не буду его здесь рисовать Это расстояние от линзы до изображения Вот, расстояние от линзы до изображения Равняется двойному фокусному расстоянию Пошли дальше Продолжаем придвигать предмет к линзе Третий случай Пусть предмет находится на расстоянии D Больше, чем фокусное расстояние Но меньше, чем двойное фокусное расстояние Построим рисунок Собирающая линза Фокус Двойной фокус Задний фокус Задний двойной фокус Помещаем предмет между фокусом и двойным фокусом Не рисуйте его очень большим Вот так И строим два удобных луча Один Параллельно главной оптической оси После преломления в линзе пройдет через фокус Второй Проходящий через оптический центр Не изменит направление своего распространения Эти два луча Так, чуть-чуть подправим Свет распространяется в однородной среде прямолинейно Вот где-то так Эти два луча пересекутся вот в этой точке В этой точке любые лучи Вышедшие из этой точки Тоже будут проходить Значит, здесь будет изображение верхушки нашего предмета А все изображение будет вот таким Что мы можем сказать? Мы видим, что изображение действительное, так как оно образовано самими лучами Оно перевернутое И оно находится И оно увеличенное Увеличенное Где оно находится? Оно находится на расстоянии больше, чем двойное фокусное расстояние Напишем тут 2F F F 2F F малое Больше, чем двойное фокусное расстояние Между прочим, то, что будет так Легко можно было догадаться Воспользовавшись принципом обратимости световых лучей Вот давайте сейчас представим себе Что мы поменяли местами предметы изображения Возьмем Предмет поместим не сюда А большой вот такой вот предмет Поместим сюда И хорошенько его осветим Лучи, идущие от этого предмета, пойдут в противоположном направлении По отношению к этому рисунку И изображение получится здесь То есть, если предмет находится за двойным фокусом То его изображение будет уменьшенное Перевернуто Это же вниз смотрит, а этот будет вверх смотреть Будет находиться на расстоянии между фокусом и двойным фокусом И будет действительным И, наконец, четвертый случай Давайте предвинем предмет еще ближе Так, чтобы он находился между линзой и фокусом Четвертый случай Линза собирающая АД меньше Ф И построим ход лучей Вот линза Сместите ее немножко вправо Покажем фокусы Этой линзы Вот передний Вот задний И предмет поместим Между фокусом И самой линзой Например, вот здесь Предмет большим не рисуйте Где будет находиться изображение? Давайте попробуем его построить Луч параллельный главной оптической оси После преломления в линзе Пройдет через фокус Луч, проходящий через оптический центр После преломления в линзе Не изменит направление своего распространения Что же получается? Если в предыдущих случаях Эти лучи образовывали сходящийся пучок И каждая точка, испускающая свет вот здесь Создавала яркую точку с этой стороны от линзы То теперь лучи расходящийся пучок образуют И если мы сюда подставим экран То нигде Мы не добьемся того Чтобы лучи, например, выходящие из этой верхушки Собрались на экране Но мы с вами знаем Что если в наш глаз Попадает расходящийся пучок света То мы видим светящуюся точку Там, где сходится продолжение лучей Расходящегося пучка Значит, давайте посмотрим глазом Отсюда Что мы увидим Если линза чистая Стекла не видно Но мы увидим позади линзы На продолжении этих лучей Изображение вот этого Кусочка предмета Этой верхушки И изображение получается Образовано продолжениями лучей Смотрите Оно уже не будет действительным Оно мнимое Так как образовано продолжениями лучей Далее Что еще можно сказать об этом изображении Изображение мнимое Изображение прямое Вот интересно Действительное изображение всегда перевернутое Мнимое всегда прямое Этим можно пользоваться при решении задач Это изображение увеличенное И где оно находится Тут пора Кое-что сказать О величине f На самом деле Профессионалы Говорят о том Что f малое Вот эта величина Которую мы только что Называли расстоянием На самом деле Это не расстояние Расстояние всегда положительное А величина f Может быть и отрицательной Будем говорить Что это координата Изображения Эта координата Отчитывается От линзы Вправо И если Изображение Получилось Слева От линзы Вот ось Вдоль которой Мы отсчитываем Координату Изображения Вот это Ноль То это значит Что f Меньше нуля То есть Изображение Получилось С той стороны Линзы Откуда идут Световые лучи Итак f Меньше нуля То есть Если изображение Мнимое Вот здесь То Его координата Отрицательная Вот это все Что касается Линзы Собирающей Вы можете спросить А мы же пропустили С вами Одну точку Какую Когда Предмет Находится В фокусе Давайте Вспомним Что Если Луч Принадлежит Параллельному Пучку То после Прохождения Линзы Он Собирается В фокальной Плоскости Тогда Если Предмет Находится В фокальной Плоскости То пользуясь Принципом Обратимости Световых лучей Мы можем сказать Что Луч Из любой Этой точки Предмета После Прохождения Линзы Преобразуется В параллельный Пучок Будет членом Параллельного Пучка И нигде Не будет Изображения Или если Хотите Можно сказать Что изображение Образуется На бесконечности Теперь Рассмотрим Рассеивающую Линзу Второе Римское Рассеивающая Линза Здесь Здесь Все Очень Скучно Где Бы Вы Не Разместили Предмет Изображение Всегда Будет Обладать Одними И Теми Те же Свойствами Можно Взять Четыре Клеточки От Линзы Задний Фокус И Разместим Предмет Ну Например Вот Здесь Точка А Точка Б Построим Луч Параллельный Главной Оптической Оси После Преломления В линзе Он Пойдет Так Что Его Продолжение Проходит Через Главный Фокус Построим Луч Проходящий Через Оптический Центр Он Не Будет Менять Направление Своего Распространения Ну И Поскольку Мы Первый Раз Строим Изображение В Рассеивающей Линзе То Построим Все Три Луча Осталось Построить Луч Продолжение Которого Проходит Через Фокус Прицеливаем Все И Ведем Луч Продолжение Которого Проходит Через Фокус После Преломления В линзе Этот Луч Будет Распространяться Параллельно Главной Оптической Оси Понятно Даже Если Параллельный Пучок Света Рассеивающая Линза Превратит В Расходящийся То Расходящийся Пучок И Подавно Значит Здесь Экран Ставить Бесполезно Но Отсюда Можно Посмотреть И Если Отсюда Посмотреть То Вот Эту Точку А Мы Увидим Не там Где Она На самом Деле Находится А там Где Пересекаются Продолжение Вот Этих Трех Лучей А где Это Будет А это Будет Вот Здесь Будет Изображение Точки А Которое Мы Обозначим А штрих Поскольку Это Изображение Образовано Продолжениями Лучей То Это Мнимое Изображение Мнимое Изображение Мы будем Изображать Пунктиром Показывать Пунктиром Нижняя Точка Это Будет Точка Б Штрих Если Мы будем Придвигать Или Отодвигать Предмет Ситуация Не будет Меняться Будет Меняться Только Размер Этого Изображения Оно Будет Придвигаться Или Удаляться От Линзы Но В любом Случа Изображение Будет Мнимым В любом Случае Это Изображение Будет Прямым И В любом Случае Оно Будет Уменьшенным Уменьшенным Вот так Вот так Строится Изображение В Собирающей Рассеивающей Линзе При любых Расстояниях Между Линзой И Между Предметом Давайте То что я вам Сейчас Описал Понаблюдаем На опыте Источником Света У нас Будет Лампа Накаливания У нее Там Хорошо Видна Ярко Светящаяся Нить Изображение Мы будем Строить На вот Этом Экране Если Оно Действительное То нам Нужен Экран Подровняем Ровненько Не Очень Теперь Потушим Свет Сейчас Вот Тень от Моей руки Так Возьмем Собирающую Линзу Собирающую Линзу И Разместим Предмет Лампу Подбирая Расстояние И вот Сейчас У нас Изображение Получилось В натуральную Величину А теперь Давайте Разместим Предмет Между фокусом И двойным Фокусом Это значит Что изображение Должно быть далеко Вот Получилось Увеличенное Изображение Оно Перевернутое Вот смотрите Я веду палец Сверху вниз А на изображении Картинка Идет снизу вверх Видите Палец сверху вниз А на изображении Снизу вверх Понятно Что он не резкий Потому что он Не в том месте Находится Но можно сделать Вот так Тогда у нас Нить не резкая Но зато палец Более-менее резкий Но он конечно Очень искажен Линза Это обладает Огромным количеством Недостатков Этому будет посвящен Целый урок Изображение Мутное Окрашенные Края И еще много Всяких Видите Вот какая Картинка Несовершенная Получается Что это такое И как с этим бороться Мы поговорим На отдельном уроке Значит Мы получаем Изображение Действительное На экране Если мы попробуем Взять Рассеивающую Линзу То все наши Попытки Получить изображение Успехом Не увенчаются Для того Чтобы получить Изображение В рассеивающей Линзе Нужен Не экран А нужен Глаз Давайте Вместо глаза Используем Электронный глаз То есть Объектив Объектив Видеокамерой Камеры И сейчас Мы разместим В качестве Объекта Журнал И вот у нас Есть Рассеивающая Линза И Собирающая Разместим Предмет А предметом У нас является Картинка На обложке Журнала Близко От линзы Вот сейчас Они сливаются Линза лежит Просто на предмете А теперь Мы будем Размещать Предмет На расстоянии Между фокусом И линзой Что мы видим Изображение Увеличенное Поскольку мы Его воспринимаем Электронным глазом Я его и своим глазом Отлично вижу То оно Мнимое И оно Прямое Недаром Собирающую Линзу Дети называют Увеличительное Стекло Да и не только Дети Где используется Такой режим Работы Линзы В микроскопе Там целых Две Это должно быть Линзы На самом деле Об этом Мы тоже поговорим В лупе То что мы Сейчас с вами Делаем Мы пользуемся Лупой Линза В таком режиме Работает Как лупа А теперь Возьмем Линзу Рассеивающую Она Как вы видите Дает Мнимое Изображение Прямое Но Уменьшенное Поэтому Дети называют Рассеивающие Линзы Уменьшительное Стекло Есть у нас Еще большое Уменьшительное Стекло Водяная Линза Вот эта Мы можем Ее тоже Сюда Поместить Видите Она дает Рассеивающее Изображение Разница Только в том Что там Хлюпает Вода Так Ну а Ну а Теперь Еще Два Слова О Построении Изображения Чтобы Вы Справились С Домашним Заданием Давайте Два Слова Поговорим О Построении Изображений В нестандартных Ситуациях На примере Задачи Из Вот этого Задачника Допустим Нам нужно Построить Не изображение Предмета Какого-то Протяженного А Изображение Точки Находящейся На главной Оптической Оси Вот Собирающая Линза Вот Фокус Вот Задний Фокус А Вот Где-то За двойным Фокусом Источник Света Точечный Он Находящий На главной Оптической Оси Обозначим Его С Нужно Построить Его Изображение В линзе Чем Эта ситуация Неудобна Тем Что Все Три Удобных Луча Совпали И они Поэтому Не пересекаются Потому что Они просто Идут Один По-другому Луч Проходящий Через Оптический Центр Луч Проходящий Параллельно Главной Оптической Оси И луч Проходящий Через Фокус Совпали Как же Построить Изображение Некоторые Хитрецы Просто Отодвигают Этот предмет Вот сюда И строят Его изображение А потом Возвращают Обратно Это работает Это можно Делать Но можно Сделать Красиво Из этой Точки Во всех Направлениях Выходят Лучи Света Возьмем Не тот Луч Который Идет Вдоль Главной Оптической Оси А возьмем Луч Идущий Под углом Главной Оптической Оси Как он Пойдет Дальше Мы пока Сказать Не можем Но зато У нас Есть Помощник Самый Удобный Луч Луч Номер Два Луч Проходящий Через Оптический Центр Проведем Луч Через Оптический Центр Но так Чтобы он Был Параллелен Вот этому Вспомогательный Луч Я красненьким Проведу Этот Луч Точно Известным Образом Идет После Прохождения Линзы Ну а Теперь Смотрите Эти два Луча Теперь Являются Лучами Принадлежащими Параллельному Пучку Где Пересекутся Эти Лучи После Прохождения Линзы В фокальной Плоскости Рисуем Фокальную Плоскость Плоскость Перпендикулярная Главная Оптическая Си Проходящая Через Фокус Значит Эти два Луча Теперь Должны Пересечься В фокальной Плоскости Но Этот Луч Пойдет Дальше И Вот Здесь Будет С Штрих Изображение Источника С Вот Так Таким образом Решаются Подобные Задачи И Наконец Последнее Давайте Все что я вам Сейчас Рассказал Проиллюстрируем С помощью Компьютерного Моделирования Есть Программка Она В свободном Обращении Ее можно В интернете Скачать Сейчас Мы Посмотрим Вы Видите Слева Предмет Справа Его Изображение Давайте Мы Сейчас Начнем Этот Предмет Двигать Я Его Возьму И Буду Придвигать К линзе Сейчас У нас Предмет Находится На расстоянии Больше Чем Двойное Фокусное Вы Видите Что Справа От Линзы Изображение Уменьшенное Перевернутое И оно Образовано Самими Лучами То есть Оно Действительное Предвигаем Предмет Когда Предмет Находится На двойном Фокусном Расстоянии Изображение Тоже Получается На двойном Фокусном Расстоянии Видите Вот Здесь И оно В натуральную Величину Если Придвинуть Предмет Еще Ближе То Изображение Надо Даже Уменьшить Его Рост Изображение Получается Увеличенным Перевернутым И снова Действительным И Наконец Перейдем Через Фокус Если Предмет Находится На фокусном Расстоянии Изображения Нет Если Предмет Находится Между Линзой И фокусом Мы Получаем Увеличенное Прямое Мнимое Изображение А теперь Заменим Линзу Собирающую На линзу Рассеивающую Что бы мы Не делали Изображение Всегда Мнимое Всегда Уменьшенное И Всегда Прямое Урок Окончен